МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Баваненковское месторождение вышло на новые добывающие мощности. 18 января на газовом промысле номер 2 введены в эксплуатацию вторая очередь дожимных капрессорных станций и 88 эксплуатационных газовых скважин. А также прошел торжественный ввод газопровода Баваненкова Ухта-2. В мероприятиях, посвященных этому событию, приняли участие председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и его заместитель Виталий Маркелов, руководители профильных департаментов «Газпрома», генеральный директор «Газпромдобычи» Надым Сергей Меньшиков и другие руководители дочерних предприятий «Газпрома», а также главы Надымского и Ямальского районов. Все подробности в специальном репортаже выпуска. Первый месяц нового года ознаменовал еще одну яркую страницу в истории предприятия. На Баваненковском месторождении запустили вторую очередь дожимных капрессорных станций 88 эксплуатационных газовых скважин и газопровод Баваненкова Ухта-2. Считается, что начинать год со знаменательного события – хорошая примета. Есть у коллектива работа, есть перспектива в обществе «Газпрома», «Газпрома» и, соответственно, у города Надыма и Ямальского района. Потому что любое строительство связано с большими инвестициями, с обеспечением дополнительными рабочими местами и поступлением налогов в бюджет как федеральный, так и муниципальный. На торжественной церемонии гости самые ожидаемые. Самолет с председателем правления газовой корпорации Алексеем Миллером прилетел практически за сутки. Тщательная подготовка, осмотр объектов – и вот знаменательный момент. Торжественный пуск. В режиме телемоста к собравшимся обратился президент Российской Федерации Владимир Путин. У нас с вами сегодня хороший день, насыщенный позитивными событиями. Мы в эксплуатацию запускаем сразу три таких крупных промышленных объекта. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации этих важных и масштабных проектов. Их запуск существенно расширит возможности нефтегазовой отрасли России, принесет ощутимую пользу всей российской экономике. Это безусловный факт. И, что очень важно, будет способствовать дальнейшему развитию регионов Российской Федерации. Глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту о том, что запасы Баваненковского месторождения составляют 4,9 триллиона кубометров газа. Его эксплуатация предусмотрена до 2087 года. Сводом новых мощностей будет обеспечена подача ямальского газа в единую систему газоснабжения страны в объеме 264 миллионов кубометров газа в сутки. Развитие Ямальского центра газодобычи и расширение Северного газотранспортного коридора изменяют потоковые схемы поставок газа как в России, так и на экспорт. Северный газотранспортный коридор становится основным коридором для газоснабжения регионов Европейской части России. И одновременно газопровод Баваненково-Ухта-2, Северный газотранспортный коридор является частью нового экспортного маршрута поставки российского газа в Европу. Маршрута от Ямала через Балтийское море до Германии. Уважаемый Владимир Владимирович, подача ямальского газа в магистральный газопровод Баваненково-Ухта-2 началась. Поздравляю вас. За церемонией пуска наблюдали и в вахтовом жилом комплексе. Событие транслировалось в режиме онлайн, в холле и в специальном зале на большом экране. И в вахтовом зале административного здания компании в Надыме. Конечно, это очень радостное событие, причем которое не первый раз мы уже встречаем здесь на Баваненково. То есть вводятся уже последующие очередя после первого запуска ГП-2, ГП-1, сейчас ДКС вторая очередь. На пути у нас еще много комплексов, которые в дальнейшем перспективное развитие. И каждый этап, конечно, для нас очень такое приятное событие персонально для каждого, кто задействован был в этом участии. Потому что ощущаешь непосредственный вклад, который внес в развитие всего нашего предприятия, всего большого Газпрома. И даже где-то ощущаешь, так сказать, свое участие в перспективном развитии всего нашего государства российского. Конечно, это праздник. Это день, когда все управления очень долго сотрудничали. И это показатель нашего единства какого-то, да, совместной работы. Мы вместе хорошо подрудились и получили результат. Один из самых масштабных и сложных газотранспортных проектов в истории газовой отрасли страны – газопровод Баваненково-Ухта. Протяженность второй нитки составляет 1265 километров. Более 450 километров газопровода проложено в тяжелейших климатических условиях Крайнего Севера. Развитие вот такого мощнейшего региона подтверждает то, да, что мы действительно великая страна, да, великая держава. И вот сегодня запуски, продолжающие развитие Баваненковского, и мы видим сегодня, вот мы посещали объекты, были на скважинах, ездили. Но, естественно, вот переполняют гордостью, да, за страну, за Газпром, ну и за то, что мы к этому причастны, конечно же. Газопровод Баваненково-Ухта-2 является самым современным магистральным газопроводом в мире. Он построен в соответствии с самыми высокими экологическими и техническими требованиями и рассчитан на рабочее давление 120 атмосфер. Самый трубопровод уникальный, да, рассчитанный на 120 килограмм, что нигде еще в европейской части, кроме подводных переходов, морских участков не используется. Непосредственно, не сказали еще от гладкостного эпоксидного покрытия, которое расположено внутри трубопровода, что существенно увеличивает, значит, пропускную способность этого трубопровода. Это, естественно, газотранспортные мощности, которые введены как здесь, на Баваненковском газоконденсатном, так и по всей трассе. Это отечественные аналоги, ну и непосредственно все, что связано с мерзлотой, значит, это строительство всех наземных площадных объектов, которые мы сегодня видим. Это термостабилизация, вертикальная, горизонтальная термостабилизация. Алексей Миллер наградил тех, кто своим трудом внес значительный вклад в реализацию этого проекта. Почетные грамоты и благодарности получили пять работников «Газпромдобыча на дым». Островушка Павлу Егоровичу, машинисту технологических компрессоров 46-го разряда, газового промысла, цеха подобычи газа и газового конденсата номер 2, Ямальского газопромыслового управления общества «Газпромдобыча на дым». Любая вообще награда является оценкой твоих профессиональных качеств и также стимулом для дальнейшего его развития. Ну и я благодарен, что именно мне среди достойнейших людей вручили эту награду. Сегодня Баваненковское месторождение – надежная база нового добычного газового центра. А это напомнил газовикам Алексей Миллер большой вклад в строительство газопровода «Северный поток-2». «Вы знаете, что эти проекты абсолютно востребованы европейским рынком, европейским потребителем. Мы по «Северному потоку», вы хорошо знаете эти цифры, выжили на максимальную техническую возможность поставок суточных объемов 167,4 миллиона кубометров газа на 11,1% больше, чем проектная производительность. Мы с вами провели испытания, получили сертификаты ДНВ и ДНВ, и, соответственно, понимаем, что реальная производительность газопровода выше, и мы сегодня выходим и вышли на эти объемы. Но основа – это ямальский газ, основа – это северный газотранспортный корректор». Сегодня ни для кого не секрет, какой тяжелый труд кроется за непростой добычей голубого топлива. И все это для того, чтобы в каждом доме были свет, газ и тепло. «А это говорит о том, что механизм машины «Газпром» работает очень-очень слаженно, и действительно мы своевременно все те производственные задачи, которые необходимы для надежного газонабжения страны, решаем. Поэтому огромное вам спасибо за вашу работу, спасибо за ваш самоотверженный труд в очень тяжелых условиях, и поздравляю вас с водом новых мощностей». Генеральный директор общества «Газпромдобыча» Надым Сергей Меньшиков заверил, что коллектив готов и дальше работать с максимальной отдачей и выполнять поставленные перед ним задачи. «Проведена, конечно, огромная работа благодаря совместной, скрупулезной работе высококлассного профессионального коллектива общества «Газпромдобыча» надым, подрядных организаций. Конечно же, я благодарен и муниципальным образованием. Здесь находятся два главы Надымского и Ямальского района за их тоже поддержку при решении разных задач и проблем, которые возникают на такой сложной территории. Выход на новые добычные мощности – это еще одна победа коллектива «Газпромдобыча» Надым, которую предстоит оправдать. «Было очень тяжело. Хочу сказать, что с каждым годом преодолевать новые барьеры, новые высокие, становится тяжелее и тяжелее. Тем не менее, коллектив становится более профессиональным. Это нам очень помогает. Уже действительно в рядах, я за свое управление буду говорить, в рядах Ямальского ГПУ, есть очень достойные и сильные ребята, часть из которых была сегодня награждена». «Свершилось – это вот событие, которое праздничное, действительно, оно эпохальное. Но для того, чтобы осознать, что оно совершилось, надо еще несколько времени с этим проработать и действительно оказать, что оно свершилось. Разовое достигнув какого-то результата, ведь надо его закрепить и приумножить. Хорошо, когда никто не замечает, насколько это сложно. И вот к этому нам надо стремиться, чтобы не замечали, насколько это сложно. Значит, у нас все хорошо, все грамотно и слаженно работает». Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, что после полного обустройства Баваненковского месторождения «Газпром добычи над дым» приступит к освоению Харасовейского и Крузенштернского месторождений. И работники общества нацелены приложить к этому максимум усилий. Ярослава Кондрюкова, Сергей Черков, Юрий Федорин, Баваненкова. Особая роль в освоении месторождений у связистов. Об этом поговорим с гостем нашей интерактивной студии. Это главный инженер управления связи Алексей Глушков. Алексей Александрович, новые объекты связи появляются с новыми объектами газодобычи? Да, действительно, ввод новых объектов добычи газа сопровождается и вводом новых объектов связи. Так уж сложилось исторически, что связь неразрывно связана с добычей газа. На время строительства объектов монтируется оборудование, устанавливается оборудование временной связи, которое сопровождает процесс строительства, этапы строительства. На смену временной связи при вводе в эксплуатацию объектов добычи газа после запуска объектов связи уже запускаются оборудования, заложенные проектом. На этой неделе состоялся торжественный пуск новых добывающих мощностей на Баваненковском месторождении. Команду на запуск дал президент Владимир Путин. Я знаю, что ваши специалисты принимали участие в организации этого телемоста. Что необходимо было сделать? Необходима проработка схемы, ее согласование, ее утверждение. И по результату уже идет монтаж оборудования, задействуется необходимый персонал. Проверка оборудования проводится непосредственно перед проведением телемоста. Это является обязательным условием, поскольку инциденты в работе оборудования, оборудование видеосвязи во время самой трансляции просто недопустимы. Объемы информации, передаваемые по каналам связи, растут. С этим, наверное, необходимо и новое оборудование. Что нового появилось на Баваненково? Новое оборудование на Баваненково устанавливается оборудование «Интрон-Д». Это оборудование диспетчерской связи, о котором уже неоднократно говорилось и вы слышали. Оборудование позволяет интегрироваться в телефонную связь, в оповещение, в ГОИЧС, в диспетчерскую связь. То есть, это такое оборудование, которое довольно-таки широкий круг функций выполняет. Данное оборудование будет смонтировано на Баваненковском НГКМ и в планах монтаж данного оборудования на других объектах. Плюс внедрение нового оборудования радиорелейной связи, переход от устаревшего оборудования на радиорелейное оборудование синхронной цифровой иерархии, более высокой пропускной способности, которая позволяет решить вопросы обеспечения наших филиалов каналами передачи данных более скоростными. С заботой о воспитании кадров. Порядка 60 молодых специалистов ежегодно приходят работать в компанию. Для того, чтобы сделать процесс адаптации вчерашних студентов максимально комфортным и эффективным, на предприятии с ними проводится комплексная работа. Подробности в сюжете. У вчерашних выпускников изо всех уголков России разные специальности и направления деятельности. Объединяет их работа в одном из крупнейших газодобывающих предприятий на Ямале. С легендарной историей «Газпромдобыча надым» молодых специалистов и учащихся профессионального колледжа знакомят в Центре корпоративной культуры. Но все, что было им сделано, достойно было оценено его коллегами, его потомками, потомками геологов. И поэтому месторождение, которое было открыто на Ямале, было названо в его честь. Сегодня уникальное месторождение, названное в честь его первооткрывателя Вадима Баваненко, стало новым центром газодобычи России. В перспективе надымским газовикам предстоит освоить Харасовейское, Крузенштернское месторождение. Об этом рассказали ведущие специалисты предприятия. Важно заинтересовать молодежь, ведь будущее строить им. Если посмотреть по динамике, после проведения данных форматов, именно увеличилось количество ребят, которые заинтересованы, которые начинают проявлять себя, интересоваться какими видами деятельности. Единственный способ это аккумулировать и воспользоваться, и выбрать правильное направление, это именно адаптационные семинары, потому что здесь представлены все важные моменты, вся важная работа, которая касается непосредственно их. Оплата труда, решение жилищных и бытовых вопросов, стажировка на предприятиях зарубежных компаний, гарантии компенсации для молодежи по коллективному договору, возможности самореализации. Молодым специалистам рассказали практически обо всем, что может мотивировать их на отличную работу. Этот семинар полезен тем, что после обучения хотелось бы остаться здесь и работать в этой отрасли газовой. Профессиональная адаптация – это еще и практические тренинги, с помощью которых можно познакомиться поближе и получить навыки работы в команде. Это тяжело, когда ты только приходишь, очень огромный поток информации на тебя рушится, и ты не знаешь, как правильно все это в голове уложить. А когда проходят вот такие мероприятия, становится как-то легче. Ты в голове укладываешь все это по полочкам и уже понимаешь, что, а, если у меня такая ситуация возникнет, я могу обратиться к этому человеку. Естественно, это очень огромная помощь для молодых специалистов. Перспективы предприятия, мои личные перспективы, мой личный карьерный рост. То есть, что меня ждет дальше, через год, через пять лет, ну и так далее. До этого все знания были теоретическими для меня. Сейчас все более в практическую плоскость перетекает, так скажем. Стажировка на рабочем месте, экскурсии, конференции, конкурсы, лекции, семинары. На предприятии действует целый комплекс мероприятий для адаптации молодых специалистов. Важно, чтобы они как можно скорее почувствовали себя полноправными сотрудниками компании и членами коллектива. Аксена Захарова, Сергей Чурков, телевидение общества «Газпром. Добыча на дым». Далее в программе. «Даешь Ямбург» исполнилось ровно 35 лет со дня пионерного выхода на Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение. Первыми были надымские газовики. С погодой повезло. 19 января православные отметили один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Желающих окунуться в прорубь в Надыме оказалось как никогда много. Об этих и других событиях через минуту. Не переключайтесь. Компания Садекса ЕвроАзия, мировой лидер в области организации корпоративного питания, приглашает в ресторан-бар «Айсберг». Посетителей ждет высококлассное обслуживание, элегантный и изысканный интерьер, авторское меню от шеф-повара французской, итальянской, испанской, американской и русской кухни. Бронирование мест по телефону 566-588. Продолжаем выпуск. Ровно 35 лет назад надымские газовики совершили пионерный выход на Ямбург. 18 января 1982 года под контролем генерального директора Надым-Газпрома Владислава Стрижова от ГП-9 «Медвежьего месторождения» вышел автотракторный поезд. Колонна из 39 машин везла на Ямбург жилые вагончики, столовую, котельную, две электростанции. Все необходимое для того, чтобы закрепиться на площадке будущего пионерного поселка уникального ямбургского месторождения. Первопроходцам предстояло преодолеть 210 километров по бездорожью заполярной Ямальской тундры. Снаряжением отрядов занимались руководители газопромыслового управления Александр Ананенков и Зульфар Салихов. В ночь на 23 января колонна была у цели, а утром руководители колонны Максимов, Заценка и Богданов выбрали место под пионерный поселок. В этот день и началась история освоения Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Заполярное месторождение с вечной мерзлотой, со сложными условиями. И опыт выхода на месторождение «Медвежье» и «Уренгой» нам помогут в этом выходе. О спорте. 6 тысяч километров маршрута Монако и Дакар, из которых более 3,5 тысяч в боевом режиме пройдены. Две недели сложнейших испытаний африканского ралли-марафона «Африка и Карейс-2017» привели участников к заветному финишу на Розовом озере в Дакаре. Под овации болельщиков и теплые поздравления от организаторов с окончанием спортивных баталий были награждены победители, призеры и все участники, добравшиеся до финиша. Газовый КАМАЗ под управлением Сергея Куприянова вошел в десятку абсолютного зачета. Для команды Сергея Куприянова это уже третья по счету африканская гонка. Газовый КАМАЗ является единственным в своем классе грузовиком, использующим в качестве топлива природный газ – «Экогаз». Благодаря добавлению газа процесс разгона получается быстрее, а на максимальную мощность газовый КАМАЗ выходит на меньших оборотах, что весьма актуально для вязкого песка Африки. Заправку автомобиля природным газом обеспечил передвижной автогазозаправщик ПАКС, который также преодолел весь маршрут и бесперебойно осуществлял заправку грузовика на финише каждого этапа марафона. Полной заправки автомобиля хватало на 600-700 километров при работе двигателя в газодизельном цикле. Как заметил Сергей Куприянов, цитируем, «Россия является мировым лидером по запасам природного газа. Его использование в качестве моторного топлива набирает популярность во всем мире». Газовый КАМАЗ наглядно демонстрирует эффективность, безопасность и экологичность этого вида топлива. На этой неделе в Надыме отметили крещение Господнем. Праздничные мероприятия проходили с 16 по 19 января. А в самый день Богоявления, 19 января, настоятель прихода Свято-Никольского храма Протеирей Артемий совершил водоосвящение с торжественным крестным ходом на Иордан. В церемонии великого освящения вод реки Надым приняли участие генеральный директор компании «Газпромдобыча Надым» Сергей Меньшиков, глава администрации Надымского района Леонид Дяченко, представители депутатского корпуса городских организаций и все желающие надымчане. Как правило, первым в освященные воды окунается сам священнослужитель, затем все, кто готов совершить этот обряд. Прийти и искупаться в проруби, или, как ее называют верующие ордане, желающих много. Каждые полчаса их сюда доставляют рейсовые автобусы. С каждым годом крещенских купальщиков становится все больше и больше. Многие из них уверяют, что после того, как они окунулись в ледяную январскую воду, из проруби они выходят счастливыми и одухотворенными. Поделитесь ощущениями, впечатлениями после такого. Ну, этим поделиться нельзя, это надо только испытать. А зачем вам это? Что дает вам? Для радости, для счастья. Не холодно? Да нет, вроде как-то нормально. Удовольствие громадное. Всегда купаетесь? Каждое крещение? Ну, когда в надыме нахожусь, конечно. Прекрасно. Вы знаете, вот даже с таким удовольствием все время думала, пойду в это, каждый год хожу, думаю, пойду, не пойду. А вот само чувство мне говорит, обязательно сходи. Ну, как бы специальной статистики нет, но по грубым подсчетам где-то порядка 20 тысяч в год. Ну, она с этой цифрой варьируется, в зависимости от холода. 25, 20. В этом году погода более-менее порадовала. Купель как будто даже горячая. Ну, да, как будто кипит. Ну, вот сейчас, сколько? Третий час, а народу достаточно много. Учесть, что многие на работе сейчас. После пяти-шести тут будет, наверное, полный аншлаг. Верующие уверяют, что купание в крещенской воде никак не отражается на здоровье. Напротив, закаляет и оздоравливает организм. Однако подходить к подобному экстриму все же следует с осторожностью. Благоразумие, прежде всего. Благоразумие. Нужно подходить ко всему достаточно серьезно. Потому что холодная вода, зима, состояние здоровья. Нужно вот эти две вещи сопоставить. И, исходя из этого, уже погружаться или не погружаться. Или можно умыться, водички купить. Кому-то достаточно будет. Еще в этот день православные стараются запастись освещенной водой. Она считается целебной и не портится целый год. Мы обрыскиваем дом, квартиру свою. Вот с этих целей. Ну и как она вас защищает? Чувствуете? Я даже не знаю, как вам сказать. Ну, наверное, уверенность придает. Используем. Попиваем иногда. Чуть-чуть, чтобы хватило до следующего года. То есть вы на год заготовали? Да, на год. Ну, там церкви брали. Теперь здесь вот приехали набрать. И, между прочим, она помогает. То я раньше купался в проруби, а сейчас нельзя мне. По здоровью, да? Да. Ну, хотя бы так водички набрать. Воды, вода она помогает. Русский такой праздник, крещение Господне. И вот хочется верить в какое-то чудо и во все хорошее. И настроение соответственное. Ну, и как дань, наверное, каких-то традициям. Поэтому вот приехали с подругой. Водичку используете в течение года? Конечно, обязательно. Что делаете? И умываемся, и для цветов хорошо. И вообще полезная водичка. Здорово. Спасибо большое. Сегодня ночью набирали в 0,10. Самые такие свойства, даже из-под крана. С 0,10 до полвторого ночи водичка была как слеза. Такой никогда, по-моему, не было в квартире. Каждый церковный праздник находит свое отражение и в народных приметах. Так, если в крещение сделать предложение или обвенчаться, то брак будет успешным. То же касается и финансовых договоров. Они принесут положительный успех. Погода 19 января тоже может предсказать будущее. Если в этот день тепло, то весна придет рано. А если холодно, поздно. Светлана Ложникова, Сергей Черков. Телевидение общества «Газпромдобыча нады». Многие считают купание на крещение верным средством от всех болезней. Кстати, на этой неделе в Надыме отмечен подъем заболеваемости ОРВИ. Чтобы инфекция не распространялась, введен запрет на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях. Специалисты рекомендуют избегать пребывания в местах массового скопления людей, помнить о личной гигиене и профилактике. А что предпринимают надымчане, чтобы не заболеть, узнаем из нашего опроса. Пользоваться нос-мазью специально от вирусных инфекций. Приходить домой руки мыть, также носить полоскать. И все так тщательно. И надеяться на то, что лук, чеснок кушать. Универсального рецепта нету, но стараться не прослевать на улице, стоять подолгу, вот и тепло одеваться. Как беречь себя нужно, чай с медом, все. Дома побольше сидеть по возможности, не выходить на улицу. Могу сказать, рецепт небольшой от бронхита, хороший, мне подруга подсказала. Значит, ингаляцию делают, только в кипяток бросают чеснок, после этого бросают соду и дышат. Чеснок побольше, наверное, кушать, лук, наверное, или как, я не могу сказать. Да надо, наверное, есть лимон побольше, чай горячий. Витамины надо пропивать. И в общественных местах меньше появляться, когда гриб. Улыбаться. Все. Зато на улице на этой неделе надымчане повеселились от души. Всеобщей лепкой в городе отметили день рождения снеговика. Особенно праздник пришелся по душе детворе. Каждый стремился внести свою лепту в создание снежных фигур. Добавить яркую пуговицу или пушистый шарф. А еще вокруг снеговиков водили хороводы, танцевали, пели песни и фотографировались. В этом году, который в Газпроме и в России объявлен годом экологии, у ямальского снеговика особая роль. По инициативе между регионами общественной экосоциологической организации «Зеленая Арктика» он выбран символом года. Кульминацией праздника стало изготовление главного городского снеговика, который был построен совместными усилиями детей и молодежи на площадке возле торгового комплекса «Северный гостиный двор». Говорят, он получился самым большим на Ямале. И это все события, о которых мы успели вам рассказать. В предстоящие выходные синоптики обещают вполне комфортную погоду для прогулок и занятий зимними видами спорта. Я желаю вам бодрых выходных и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин